Всем привет, меня зовут Филипп и хотелось бы вставить пару слов о казуальности в играх, потому что в наше время как-то и есть такая вот небольшая тенденция о том, что вот игры стали проще, игры стали тупее, игры вообще превратились в какое-то абсолютно дегративное занятие, которое вообще как бы не несет никакой смысловой нагрузки. Ну таким товарищам я могу кстати сразу ответить, что игры никогда не несли никакой смысловой нагрузки, неважно как бы во имя каких мотивов делали разработчики те или иные игры, ради денег или ради идеи, но абсолютно всегда, абсолютно всегда как бы это было вот тем самым занятием, которое отнимало очень много времени и давало сколько, правильно, нихрена это не давало. Потому что я уже, а не, я кстати об этом не говорил, или говорил, в общем говоря, игры они развивают мозг, да, это есть такое, но они развивают именно те части мозга, которые включают за то, чтобы мы лучше играли. То есть мы играем в игры, будем лучше играть в игры, но всех остальных аспектов жизни это не касается вообще никак. Скорее наоборот, из-за взаимодействия через контроллер, через клаву мыши мы отвыкаем от взаимодействия с реальностью и больше привыкаем к взаимодействию именно с виртуальной реальностью, из-за чего возникает еще много проблем. Поэтому пользы от игр не было никогда, даже в те времена, когда они были мега сложные, это времена, ну имеется ввиду пика игры, естественно, потому что консольные игры, они всегда были простые, ввиду того, что были просто банальные ограничения. То есть, Mario, ну Mario, это просто как 2G2, ну серьезно, там самое сложное, это просто в тайминге не уложиться, там не вовремя кнопку нажать и все, а так концепция максимально простая. Сейчас я, конечно же, говорю больше про такие игры, как Fallout 2, например, там, ну Fallout 1, ладно, ради бога, Baldur's Gate, что там еще в 90-е, там, в начале нулевых выходило, да, там, Готика какая-нибудь и так далее, и так далее, и так далее. Это все считается, знаете, таким эталоном, типа вот так должны выглядеть сложные нормальные игры, но я вам открою великую тайну, ребята, вот те, кто заявляют, что вот сейчас казуальность, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вот этот псевдо-хардкор, он пришел очень удивительным путем через пика гейминг, потому что, опять же, напоминаю то, что я сказал еще полминуты назад, на консолях игры всегда были простыми, ввиду того, что у них были ограниченные ресурсы, то есть раньше там, вот, Мод, Марио, это самое сложное, что можно было сделать на консоли, там, на Нинтендо, там, не помню, как называется, на NES, по-моему, да, Nintendo Electronic System, вот, а там потом, я не знаю, появился какой-нибудь Crash Bandicoot, например, да, это в разы сложнее, в разы интереснее, и, ну, никак нельзя сравнить с Марио, Марио кажется просто каким-то, ну, каким-то казуальным бредом на фоне, и потом появился пика гейминг, потом появились всякие Балдергейтсы, Фоллауты, и Котики, и так далее, и люди начали думать, что вот так и должно быть. Ну, я вам отвечу достаточно просто, понимаете, в чем прикол, для нас просто то, просто то, что мы повторяем очень много-много раз, я вас уверяю, для создателей серии Souls игр, Dark Souls это казуальная параж, потому что те, кто создавали эту игру, они переигрывали в нее много-много-много-много-много раз, и чисто за счет этого, собственно, и они и калибровали сложность, то есть разработчики калибруют сложность очень часто под себя, не учитывая, что они вот играли в это много раз, а среднестатический геймер, который будет в это играть, он будет играть хуже, намного хуже, и вот просто, по большей части, например, Piranha Bytes, они просто не умеют или не хотят поймать баланс в сложность, которая должна быть, потому что, ну, вот Эликс последний выходил, там, пару лет назад, да, все так же, как и с Готикой, с Ризаном, да, там, типа, сложновато, но при всем при этом, черт возьми, ну, блин, ну, явно какие-то проблемы с гейм-дизайном, с левел-дизайном, я не говорю о том, что игры должны быть гиперлегкие, что игра должна вести себя за ручку, это другая крайность, это абсолютно другая крайность, вот, например, идеальный пример вот такой вот казуальной, в меру казуальной игры, который, есть хоть какой-то элемент вызова, это, например, Скайрим, да, почему? Потому что сама концепция игры очень простая, ты, в общем, очень тяжело там обосраться, очень тяжело там проиграть, в крайнем случае есть минимальный уровень сложности, ну, например, я начинал там играть в Скайрим, я играл только на уровне сложности ученик, я не мог играть на уровне сложности адепт, никак, это сейчас я там на легенде катаю, мне нормально, но тогда все было иначе, это касается всего остального, то есть мы должны прекрасно понимать, что все-таки игры разные, игры разные, делают их разные люди, некоторые понимают, что вот они это все надрочили, для них это просто, и поэтому они должны делать это проще, а другие не понимают, поэтому выходят вот такие вот околесицы, и вот почему-то появилось вот целое такое фанатское сообщество хардкорных сложных игр, но вообще на самом деле, ребят, я вам открою великую тайну, вот эти фанаты хардкорных сложных игр, это дофаминозависимые люди, потому что когда перед нами какое-то сложное испытание, мы привыкаем, что за него дается награда, и действительно это так, в сложных играх, из-за того, что ты побеждаешь, тебе дают реально награду хорошую, из-за того, что тебе было тяжело ее добиться, ты получаешь огромную дозу дофамина, тупо за то, что ты ее добился, и какие-то вот такие, знаете, несущественные, абсолютные вещи, типа там, я не знаю, убить противника в Скайриме, кажется, вот вообще полной херней на фоне там убийства боссов в Дарк Соусе, да, ну это реально полная херня от убийства боссов в Скайриме и убийства боссов в Дарк Соусе, ну, в Скайриме там, если ты играешь нормальные сложности, тебе в принципе, ну максимум, что придется делать, это зелье пить, а в Дарк Соусе тебе придется задрачивать механику, уворачиваться там, запоминать тайминги и так далее, и так далее, и так далее, И вот собственно вырабатывается зависимость в этот момент, что ты уже не получаешь такой кайф То есть у тебя просто рецепторы перестают вырабатываться нормально при потреблении чего-то меньшего Поэтому вот те люди, которые говорят, что современные игры они слишком казуальны Мне, честно говоря, хочется им сказать, что парни, я прекрасно понимаю, что каждый дрочит как хочет Но по-моему вы слишком сильно задрочились настолько, что для вас уже ничего вот такого вот простого не имеет смысла Все-таки надо радоваться уметь простым мелочам Потому что в реальности тоже так Например, вы можете каждый день смотреть порно и дрочить И я вам открою великую тайну Если вы так будете делать регулярно каждый день, в конечном итоге у вас выработается зависимость И вам уже больше ничего не надо будет То есть вам будет пофиг там на элементарные радости, типа выйти на улицу, пройтись Там или сходить с друзьями пообщаться То есть вот такие вот вещи у вас перестанут вызывать какие-то дофаминовые позывы Просто потому что у вас вот есть то, что удовлетворяет ваш один из основных инстинктов И вам хочется, хочется еще больше, больше, больше и больше То же самое с теми, кто стремится к псевдо-хардкорности И сейчас слава яйцам хардкорный век закончился То есть вот такие игры, которые были чрезмерно сложные С крайне кривыми уровнями, с кривым балансом Что порой выдается за хардкор Ну да, то есть вот охренительная история, да, ребят Когда вы делаете хреновый баланс, делаете хреновый левел дизайн Потому что не умеете нормально делать игры А спустя десятки лет фанаты говорят Вот Балдер Гейтс, вот Фоллаут, вот этот... Голден Лэнд, господи, какие были игры Вот это были игры, а не казуальная параша Что делают сейчас? Да В общем, такие вот у меня мысли по этому поводу Я думаю, что донес достаточно досконально Повторил это достаточно много раз, чтобы вам стало это понятно Ну, а что думаете вы по этому поводу? Пишите в комментариях Не забывайте ставить лайки под это видео Подписываться на канал Чтобы мои видосики хоть немножечко больше смотрели А то по 100 просмотров это, конечно, очень мега круто И спасибо всем, кто смотрит Но хотелось бы чуть-чуть побольше Ну, хотя бы на 10 Приходите на мои трансляции на Твиче Ссылочка в описании Оповещение в Дискорде тоже есть Пока-пока